У нас сейчас такая совсем рабочая секция, то есть мы должны посмотреть работы, которые были представлены на спецприз в месте радио. Это по поводу две линии, если вы знаете, был лучший сайт радиостанции, он введен сейчас из корпорации радио, из интернета радиостанции в отдельную совершенно отдельную линию, в общую линию, и интернет-проекты. То есть это могут быть индивидуальные проекты, все, что связано с интернетом. Мы три года пытаемся потенцировать людей к тому, чтобы они находили в интернет, объясняем, как работают сайты, зачем радиостанциями сайта, очень тяжело, что касается менеджеров, объяснить, зачем продавать второй раз контент или просто его поставлять. И пытаемся работать с тем, что касается мультимедиа, привозим. Вот в этом году у нас были премьеры Ярки Мерту из Нью-Йорка и Дании, Ишока, 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 Ишока. Кто знает? Джон Гильяйин. О, Макс Ублеков выучил это. Да, тоже оттуда же у нас был децент Мервик из Голландии, и до того, и до того мы привозили. Привозили сегодня у нас Эйми Олири, которая показывала вам вчера мультимедийные проекты. Посмотрим, до чего мы зашли. В прошлом году у нас руку кто получил за скромная Катя Градобоева? Робку подняла руку, она, да, рада приветствовать за карту деревень Свердловской области. Эта девушка одна, хрупкая девушка, заканчивая универ в прошлом году, еще успела сделать проект карты деревень Свердловской области, собрать там комьюнити, сделать мэпы, шмэпы, звуки и все остальные фотографии. Работает проект сейчас, Катя? Да, я буду обновлять, скоро он получит новую жизнь. Новую жизнь получит, да? Ну и новую руку, я надеюсь. Значит, сразу скажу, что мы получили, кто не читал ужасные вещи, которые были написаны на подстанции, отзывы экспертов и жюри о том, что получили для конкурса. Было много работ, много сайтов, много проектов, очень было много диджейских проектов. То есть, понятно, что существует пустое, незаполненное поле комьюнити для музыкантов альтернативных, особенно для диджей, для музыки типа хаос, шмаус и все такое. Вот. Они были абсолютно не структурированы. Очень много этих проектов, и эксперты и жюри не могло понять только одного – как этим пользоваться. Кнопки на сайте у проекта расположены таким образом, что просто разобраться человеку не с масса довольно тяжело. Надо сказать, что потом, когда будем обсуждать еще уже финальные проекты, я почитаю, что писали жюри по каждому из них, очень часто контент, заявленный в заявке, не совпадал с тем, что было на сайте. Вот даже если ссылка стояла, куда идти, мы идем по ссылке, а там ничего нету. Там либо ошибка, либо вместо заявленной социальной акции, а у нас все-таки более-менее социально ориентированные фестивали-журналистки, там вдруг стоит просто картинка какой-нибудь немножко обнаженной женщины. Что мне, как женщине, может быть, и не уйду, если там был мужчина обнаженный, это было бы интереснее, безусловно. Ну, то есть, несоответствие заявок, несоответствие контента представленного того, что есть на сайте. Сайты не обновляются, сайты запутанные, они не изобилийте. Это общая тенденция. Андрей Шанжури, Аллафердов, наш главный редактор, он подтвердит. Андрей, правда? Мы иногда просто не могли отличить один сайт от другого. Просто мы путались, потому что везде, особенности касаются сайтов радиостанции, первая картинка – это такой мощный флеш, танцующие ребята. И только о проекте жмешь, даже контактов нету часто. То есть там что-то где-то играет, очень богатые картинки, никому не нужные, никакого представления о Web 2.0, Web 3.0, то есть абсолютно неудобная навигация. Это общая тенденция, к сожалению. Но тем не менее, после этих гадостей, которые я вам сказал, я хочу сказать, что у нас, по счастью, по радость, есть финалисты на две руки. Первая рука – это лучший сайт радиостанции, второй – это лучший интернет-аудио, радио, проект и так далее, и так далее в интернете. Итак, финалисты, давайте мы их увидим. Лучший сайт радиостанции «Первая линия Кузбасс-ФМ» Кемерово. Лучший сайт радиостанции «Эхо-Санкт-Петербурга» Это Аня, она будет сегодня представлять. Поздравляю этот проект. Итак, и еще один финалист «Первая линия», лучший сайт радиостанции, радиопилот «Ехо-Санкт-Петербург». И на почте кооперации личной, индивидуальные проекты, да, у нас здесь есть. Это энтузиасты своего дела. Интернет-радиостанция «Ральф-Радио» претендует на руку. Андрей, это Нижний Новгород, радиостанция в интернете. Правильно я понимаю, да? Андрей, вы тогда директор, да, тоже? Да, спасибо. Соответственно, ну, у нас постоянно есть участник, я даже не хочу представлять его, все его знают, лучший поэт. Эпохи Виктор Бондаре с проектом «Чехов-ФРА». А из Чехова что-нибудь, одно фраза? Я выжимаю из себя раба по каплях. Интернет-раба, хорошо. И еще у нас есть проект «Умс.ру. Сергей и Посад». Его делает один человек, это не радиостанция, это Владимир Крючев. Он сейчас пока на работе в газете под названием «Вперед», и он к двум часам подъедет к нам и покажет свой проект. Он сегодня. Так, ну что, кто первый? Кто первый?